приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы уделим внимание народным приметам традициям и обрядом на 24 апреля поговорим о народном празднике поговорим о церковном празднике также поговорим о том что можно и чего категорически нельзя делать в этот день 24 апреля прямо сейчас друзья ставьте лайк этому видео а в комментарии напишите слово победа и пусть ваша жизнь наполнится невероятным успехом пожалуйста не ленитесь прописывайте это поможет вам в жизни также хотим всех поблагодарить за донаты которые вы нам отправляете друзья нам очень очень приятно ну а мы начинаем и так 24 апреля православная церковь чтит память священно мученика антипа епископа пергамского который жил в эпоху правления императора домициана в конце первого века нашей эры его жизнь и мученическая смерть окутаны аурой веры стойкости и чудодейственной силы что делает его одним из важных образов в христианской о географии святой антим был известен как решительный борец и языческими культами что привело к его столкновению с местными властями и жрецами языческих богов город пергам в котором он проповедовал был одним из центров языческой веры где культ ослепия бога медицины имел особенно сильное влияние проповеди антипа вызывали резкую реакцию среди язычников вплоть до того что они обвинили его в причинении бедствий и болезни что стало причиной его ареста и мученической кончины одной из самых живописных и символичных деталей в жизни святого является его смерть когда его бросили в медного быка раскаленного до крайности этот метод казни был выбран не случайно медный бык был известен в античном мире как особенно жестокий способ казни согласно преданию даже в этот момент антип молил бога не о спасении от мух о благодати исцелять людей его последние слова и молитвы стали свидетельством его непоколебимой веры и духовной силы после смерти мощи святого антипа были похоронены в пергаме где по преданиям а от них исходила блок благоуханная мира обладающая целительной силой это мир рассчиталась исцеляющим от множества болезней что привлекало паломников со всего христианского мира святой антип почитается как покровитель врачей и целителей что делает его особенно значимым контексте христианских святых считающихся хранителями здоровья и исцеления память о святом антипе напоминает о вечной борьбе между светом и тьмой между добром и злом верой и безверием его жизнь и мученичество подчеркивает значение духовно духовной устойчивости и способности человека сохранять верность своим убеждениям даже перед лицом самых страшных испытаний в этом смысле жизненный путь святого антипа служит вдохновением для всех кто ищет силы преодолеть трудности не теряя при этом духовной чистоты и преданности божественному началу поэтому 24 апреля каждый год православные верующие вспоминают святого антипа не только как мученика но и как символ непреклонной веры и божественного исцеления напоминая нам о том что истинная сила заключается не в физическом выживании а в способности сохранять и распространять свет даже когда сам жизненный путь омрачен мраком испытаний а вот в народном календаре 24 апреля носила множество интересных названий как антип вода водогон половод водопол антипик или половодия и все это ассоциировалось с началом весеннего половодия этот день тесно был связан с памятью священномученика антипа и отмечен значительными природными явлениями которые традиционно считаются предвестниками летнего урожая по народным приметам на антипа водокон водогон вода в реках начинала вскрываться и выходить из берегов при этом народная мудрость говорила если вода во время второго половодия выйдет из берегов сильнее чем в первый раз то можно ожидать богатого урожая поздних посевов эти наблюдения за природой помогали древним земледельцам планировать сельскохозяйственные работы опираясь на природные циклы и знаки день антипа водогон также сохранились и уникальные обряды связанные с водой и и очищающей силой один из таких обрядов это ритуал был избавление от тоски который был особенно популярен среди незамужних девушек и вдов в этот день они отправлялись на рассвете к реке чтобы провести обряд в котором вода становилась символом обновления и освобождение от старой боли черпая воду левой рукой стороной сердца и брызгаю себе в лицо женщины читали специальные магические слова такой ритуал символизировал отмывание прошлых переживаний и обновление души готовности к новым начинанием и к новым возможностям и кроме того в это время начинались крапивные восходы и это также играла важную роль в народных приметах как вы знаете крапива это растение известное своими лечебными и защитными свойствами и именно крапива считалась всегда символом жизненной силы и защиты ее пробуждение указывало на наступление настоящей весны и активизацию жизненных процессов природе также в этот день некоторых регионах принято было наблюдать за птицами и их поведением что также может может служить знаком предсказывающим характер предстоящего лета если птицы начинали строить гнезда высоко на деревьях это предвещало теплое сухое лето а низко к дождливому и прохладному лету половоде и связанные с ним народные праздники обычаи отражали глубокую связь человека с природой его зависимость от ее циклов и изменений эти традиции верования помогали не только сформировать понимание природных процессов но и укрепить связь с культурным наследием передавая знания и обычаи из поколения в поколение 24 апреля таким образом становился не только днем памяти святого но и временем когда каждый мог углубить углубить свое понимание природы и собственных корней 24 апреля в некоторых местностях традиционно отмечался день когда впервые за сезон выезжали в поле это время когда природа начинала проявлять свою плодородность однако день связан не только с началом сельскохозяйственных работ но и с различными народными традициями и обрядами которые уходили корнями вглубь веков одна из наиболее уникальных и интересных традиций связанных с этим днем это почитание святого антипа как целителя и утешителя при зубной боли житие святого антипа хоть и не связано прирую напрямую с природными явлениями такими как разлив рек или урожай все уже дало основание верить его святость и чудодейственные свойства народе существовал обычай прикладывать больному зубу мелкую монетку затем пробивать ее насквозь и вешать на икону святого в надежде что именно такая монетка избавит от боли именно эта практика отражала доверие к святому как защитнику от физических болезней и веру в его способность исцелять кроме того на антипа принято было варить старинное пиво что также являлась частью праздничных традиций все ингредиенты для этого напитка это вода хмель солод должны были быть только высокого качества процесс варки пива на этот день был наполнен символизмом пиво как продукт трансформации брожения символизировал изменения и возрождения природы интересно что в этот день крестьяне традиционно избегали проведения работ по посеву и посадке считая его неблагоприятным для рассады и семян это связано с народными приметами и поверьями которые указывают над специфическую энергетику этого дня способную повлиять на рост и развитие посадок вместо этого в этот день сосредоточьтесь на подготовке инструментов ремонте и других хозяйственных делах что также подчеркивает связь между человеческими действиями и природными циклами 24 апреля традиционно считается днем когда вода играл особую роль в народных обрядах и верованиях считается что вода в этот день обладает особыми свойствами способными унести с собой горести и боль очистить душу и тело также принести удачу и благополучие в дом один из самых древних и символических обрядов связанных с этим днем этот обряд отпускание печали вдовы разведенные женщины и брошенные девушки отправлялись в реке чтобы рассказать проточной воде о своих бедах считается что вода обладающая вот такой вот мощной очищающей силой способна унести все беды омыть страдания и вернуть жизнь нормальное русло этот ритуал символизировал отпускание прошлого возможность начать жизнь с чистого листа день также благоприятен для занятий здоровьем особенно со здоровьем зубов и десен профилактические процедуры в этот день помогут укрепить здоровье и избежать в будущем проблем однако стоит избегать радикальных мер такие как удаление зубов чтобы не нарушить естественный баланс и не привлечь нежелательные последствия для тех кто желает исповедовать свои грехи и начать жизнь с чистого листа знаете сегодня отличный день для покаяния считается что искреннее раскаяние в этот день принесет удачу и благополучие на весь год это время для духовной очистки и обновления время когда можно избавиться от тяжести прошлых ошибок и двигаться вперед с легким сердцем день также подход для проведения генеральной уборки дома считается что уборка в этот день не только очищает пространство от физической грязи но и привлекает в дом удачу и семейное благополучие очищение дома от старых вещей и беспорядка символически готовит пространство к новым начинаниям и позитивным изменениям жизни 24 апреля также считается благоприятным днем для водных процедур принятия ванн посещения бани или саун помогает не только физически очиститься но и восстановить эмоциональное равновесие расслабиться и набраться сил взаимодействие с водой в этот день усиливает ощущение обновления и очищения кроме того в этот день разрешается планирование и проведения свадеб свадьба совершаемая 24 апреля обещает молодоженам счастливую и гармоничную совместную жизнь ведь этот день насыщен энергией обновления и благоприятных начинаний наконец 24 апреля это хорошее время для гаданий и проведения различных ритуалов поскольку в этот день нет народных запретов на такие практики гадание в этот день может помочь получить ответы на волнующие вопросы определить направление для дальнейших действий и принести ясность сложные жизненные ситуации 24 апреля вопреки многим благоприятным традициям этого дня существовали также ряд ограничений и предостережений которые следовало соблюдать чтобы избежать возможных неприятностей эти народные запреты и приметы восходили к древним временам и до сих пор имеют значение в культурной традиции одно из таких предостережений касалось похода в лес считается что 24 апреля лучше избега длительных прогулок по лесным массивом особенно в мало посещаемые и укромные места по народной примете в этот день из берлоги может выйти голодный медведь это связано не только с физической опасностью встречи с диким животным но и с символическим значением которое приписывается этому событию в старину считалось что встреча с медведем в этот день предвещает большие неприятности или даже катастрофы в ближайшем будущем также 24 апреля не рекомендуется заниматься посадкой растений и засеванием полей это считается одним из самых неблагоприятных дней для начала посадочных работ вероятно это связано с народными наблюдениями за погодными условиями которые могли указывать на неблагоприятные условия для роста и развития растений начатых в этот день старинные приметы и верования были основаны на глубоких знаниях о цифрах природы и их соблюдение помогало избежать ущерба урожаю еще одно важное предостережение связано с этим днем заключается в том что 24 апреля не следует совершать никаких дурных поступков согласно народной мудрости в этот день особенно активен закон бумеранга и все плохие действия вернуться к тому кто их совершил это убеждение подчеркивает важность этического поведения и ответственности за свои поступки напоминая что добро и зло всегда находит отклик жизни человека то также 24 апреля в народных традициях отмечен как день когда когда следует избегать определенных видов домашней работы таких как рукоделие и шитье считается что в этот день любые работы связаны с использованием иглы и нити будь то шитье вязание или вышивка могут привести к тому что изделия окажутся недолговечными по поверью все что создано в этот день быстро придет негодность будь и будто бы сглаз или неудача вплетены прямо в ткани кроме того мытье у окон также не рекомендуется по народному верованию в этот день очищенные окна могут стать порталом для нечистой силы говорят что если окна будут вымыты в этот день это упростит злым духом задачу заглядывать внутрь дома и причинять его обитателям вред привнося в жизнь различные неприятности и несчастья еще один важный запрет касался стирки особенно детских вещей согласно народным убеждениям вода использованная для стирки на в этот день может символически унести здоровье и благополучия ребенка это связано с древними водными мотивами в славянской мифологии где вода часто ассоциировалась жизнью и со здоровьем а я неправильно использование может привести к нежелательным последствиям один из таких запретов касался и беременных женщин и мне рекомендовалось в этот день считать деньги считается что такое действие может негативно сказаться на финансовом состоянии семье этот запрет связан с древними врованиями а взаимосвязью между материальным и духовным где деньги как символ материального мира могут влиять и на благополучие кроме того в этот день не рекомендуется вырывать зубы так как поверье гласит что это может привести и к потере остальных зубов этот запрет может быть связан и с общей темой избегания любых радикальных или травматических медицинских вмешательств в этот день подчеркивая его свойства как времени когда лучше избегать воздействий которые могут нарушить естественный порядок и баланс друзья вот такие вот народные приметы запреты сегодня у нас с вами в этот день 24 апреля мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни с вами как всегда друзья был канал зато река для тебя обязательно ставьте лайк этому видео обязательно друзья в комментарии напишите слово победа и пусть ваша жизнь наполнится невероятным успехом но прямо сейчас на экране друзья вы видите два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то виде который вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально следующем видео